Крымская весна Яшхувет Молодая сила Команда энергичных и творческих людей Армяне Интересные факты о древнем народе Что надо знать гостям еврейской синагоги? Очередь стояла оттуда, прямо туда, вот те двери внутри, аж по одному, по два человека даже заходили Сколько человек собрали в вашу рот? Значит, нашу роту изначально собрали 450 человек В феврале 2014 года в этих стенах велась запись в третью афганскую роту Сотни людей добровольно хотели вступить в ряды народного ополчения Григорь Пагасян вспоминает, как на базе Крымской региональной организации ветеранов Афганистана Принимал желающих отстаивать Крым и защищать свой дом В этом кабинете Вот здесь я сидел Я сидел, люди приходили, я задавал им провокационные вопросы А зачем вы записываете? Что вы хотите делать? Многие возмущались, но это возмущение мне нравилось, потому что возмущение было, скажем, по делу Что хотят защитить свой дом Хотят защитить своих детей, внуков Да, это мне было приятно Я их записывал Мои коллеги, они проводили проверки На судимость, кого были особо тяжкие, тяжкие составы Значит, и мы их исключили Значит Достаточно серьезный отбор был Почему? Потому что вопрос стоял так, чтобы нас должны были переодеть уже и выдать оружие По словам Григора Мартуниковича, в этом кабинете работа кипела круглые сутки Задачи были серьезные, и каждый выполнял свою работу Победа Крымской весны, это, можно сказать, что ни одного заслуга, ни одного человека Не только военных, не только Это совместная заслуга всех людей, которые сознательны Уроженец Армении, а ныне житель Симферополя Григор Погосян попал в разгар самых активных событий тех дней Когда у стен Верховной Рады Крыма начались столкновения между противниками и сторонниками новой украинской власти Здесь где-то появился человек с флагом, этого националистическим флагом правого сектора Там наши ребята развернули флаг России, большой флаг И пошла, скажем, с этой стороны, с другой стороны, давки пошли Начали бороться, давиться, давить друг друга Так как я в первом ряду стоял, с той стороны давит Хотят прорваться к ходу Верховного Совета И с этой стороны поддерживают, не дают это И остался как прокладка между ними, да И я чувствую, что вот-вот сейчас у меня в глазах темнеет Уже воздух закончил, сердце остановится Я кричу воздух, воздух И меня выкинули там вот возле фонтана, вот с той стороны Выкинули в сторону Вот только этот момент, я помню, что я только упал на землю И смотрю, летят пластиковые бутылки полные Обувь летит, там драка пошла, вот эта волна, давки Потом пришел себя водой, там мылся А вот я смотрю, отсюда выносят людей, которые, к сожалению, двое из них не выжили, погибли Прошло пять лет с момента долгого, трудного и непростого процесса воссоединения Крыма с Россией Так называемой Крымской весны Каждый день февраля-марта 2014 года уже вошел в новейшую мировую историю Теперь уже ветеран ополчения Григорь Погосян до сих пор чувствует гордость, вспоминая эти дни Каждый из нас сознательный человек Это не дело для того, что сегодня, скажем, какой-то там ждал какую-то награду или что Это долг свой И как офицер, скажем, я свой долг, я обязан И сейчас, если необходимость будет, я думаю, что я стану в строй И не буду прятаться ни за кем-то, я буду впереди всегда Потому что я был вдохновлен тогда, когда я понял эту сплоченность Это что? Люди хотят мир Прошло пять лет, приходилось ли сожалеть о своем выборе? Нет, это однозначно нет Я выбор делал правильно, я этим горжусь Я горжусь, что я участник этого события Я никогда не прятался, никогда не говорил, что я там не был или что там Были люди, которые боялись своей жизни за что-то, говорили, что либо сегодня высказывание Нет, я однозначно считаю, что был делан правильный выбор Мы живем сейчас, благодаря той событии, ситуации, сейчас живем в мирной стране То, что, скажем, интернет говорит, это не говорит Это мы сами видим, мы сами свидетельствуют, что мы спокойно идем на работу, мы спокойно живем Я лично рад, я горд, что это случилось Я горжусь этим Я горжусь теми ребятами, которые рядом со мной были, совместно, которые мы это делали Именно крымские события февраля-марта 2014 года показали, каких потрясающих результатов можно достичь, если иметь перед собой конкретную цель Крымская весна, вежливые люди, референдум Для крымчан эти слова будут всегда ассоциироваться с мартовскими событиями 2014 года С тех пор прошло пять лет, и мы можем с уверенностью сказать Жизнь на полуострове изменилась кардинально Как крымская весна повлияла на представителей греческой общины Крыма, нам рассказала лидер регионального греческого общества Тавриды Иван Шонус Крым исторически, культурно, ментально всегда был и остается российским, русским Поэтому греки, понимая о том, что Россия правоприемница нашей древней православной Византии, всегда себя здесь ощущали и ощущают как дома Даже неправильно сказано как дома, а ощущают себя дома И в 2014 году греки действительно поддержали проведение референдума и очень активно приняли участие в проведении референдума, когда голосовали, что Крыму быть с Россией Для греков полуострова март стал месяцем перемен вдвойне Пять лет назад, во время судьбоносных весенних событий, на общекрымском собрании греческой диаспоры было принято решение о создании новой организации Региональная национально-культурная автономия греков Таврида сплотила все общества Крыма А в скором времени крымским грекам протянули руку помощи соотечественники из разных уголков России В России очень мощная организация греков России Это федеральная национальная культурная автономия под руководством Ивана Игнатьевича Савиди, который не стоял в стороне при всем том, что происходило здесь в Крымскую весну Вместе с советом председателей греков России не заставил долго ждать Он моментально приехал здесь, мы собрали очень хорошее совещание, на котором обсудили все дальнейшие наши перспективы развития И на основании протокола, так как мы не были еще зарегистрированы на тот момент в юридическом поле Российской Федерации Мы были приняты в состав союза председателей греческих общин России Поэтому я считаю, что это послужило тоже позитивным толчком для развития греков здесь в республике Крым Когда-то репрессированные жители Крыма ощутимо почувствовали всестороннюю поддержку российской власти Долгожданные указы о реабилитации крымских народов сыграли значимую роль в дальнейшей жизни всего многонационального полуострова Следуя доброй идее дружбы народов единства России, представители 170 национальностей отмечают вместе все религиозные, государственные и народные торжества Мы участвуем во многих мероприятиях, мы обеспечены костюмами для национальных танцев и песен У нас имеется газета «Таврика», печатаются книги наших греческих писателей Что говорить о поддержке главы республики Крым, то можно сказать, что он очень трепетно относится к развитию межнациональных отношений, их единству и согласию у нас в республике Крым Поэтому мы это ощущаем и действительно получаем все то, что необходимо для развития каждого народа в рамках единого народа России Введение в крымских школах греческого языка в качестве второго иностранного стало одним из самых значимых достижений в жизни греков полуострова На сегодняшний день учащиеся 13 школ республики с большим удовольствием изучают язык, который и в античную эпоху, и во времена Византийской империи являлся языком межнационального общения в Крыму Мы живем в мирном, защищенном Крыму Российской Федерации, потому что самое основное для нас это наши люди, наши крымчане, наши россияне Соответственно, греки являются частью большого русского мира Соответственно, живя в мире и согласии, мы имеем все возможности получать победы Мы имеем хорошие перспективы для дальнейшего развития Крым это туристический регион, это рекреационный регион Мы, конечно же, хотим принимать здесь всех отдыхающих, всех туристов со всего мира Я уверен, что мы этого добьемся Крым – территория мира Так лидер греков республики формулирует самый главный посыл крымчан Это та цель, которая объединяет всех жителей полуострова, независимо от статуса и возраста, национальности и вероисповедания Для многонационального крымского народа светом надежды на счастливое будущее стали события 2014 года Когда жители полуострова сделали свой исторический выбор Немецкое общество всегда принимало активное участие в жизни Крыма Юрий Гемпель – один из тех, кто не раздумывая проголосовал за воссоединение с Российской Федерацией Так сложилось, что я был и на Первом Майдане, и на Втором Майдане в городе Киеве И, конечно же, видел, что там происходило И, конечно же, была моя оценка Я понимал, что это настоящий государственный переворот Особенно Второй Майдан, когда уже и зажигалки бросали, и уже убитые были Памятники ломали Вернувшись сюда, в Крым, ну, в общем-то, в Крыму все было спокойно первое время Ну, а потом, в общем-то, совершенно понятно стало и не только мне Наверное, всем гражданам Республики Крым, что мы в преддверии гражданской войны И вот здесь, вот в этом кабинете собирались члены нашего объединения Члены нашего общества крымского, регионального Где обсуждали те события, которые происходили в Киеве А в скорости здесь у нас и в Крыму Крымские немцы заняли достаточно понятную позицию Она была прокрымская, пророссийская позиция Это понятно, это было обосновано, прежде всего, наверное, тем, что Мы всегда себя здесь, крымские немцы, позиционировали как российские немцы Наши предки ехали в Российскую империю И поэтому вот этот термин «российские немцы» Он твердо и, я считаю, на законных основаниях укрепился за нашей национальной группой Дата 26 февраля 2014 года стала самым трагичным и переломным эпизодом Крымской весны Изменившим дальнейшую судьбу полуострова У нас у всех, у людей разных национальностей, я не говорю за немцы, был настрой отстоять свои интересы Вот такого страха, знаете, совсем вроде бы не было, но было немного не по себе Особенно когда возле Верховного Святого Крыма собралось столько людей С одной стороны были экстремисты, я их так называю А с другой стороны просто другие граждане Крыма И когда началась давка уже, и я видел, что среди наших оппонентов есть, я бы назвал их такие, бригадиры Которые были настроены только на провокацию и только на создание конкретного конфликта Да, было не по себе Другого варианта не было Лично я понимал, что если мы проиграем эту борьбу То нам в Крыму места будет мало И нашим детям, и внукам На следующий день после столкновения в Крыму появились, как их называют, вежливые люди Быстро заслужившие любовь местных жителей Одно хочу сказать про себя, личное ощущение Я был очень рад увидеть вежливых людей Они, придя сюда, только своим одним видом гарантировали стабильность и возможность реализовать наши гражданские права Мы стали себя чувствовать более комфортно Мы понимали, что нам уже ничего не угрожает 16 марта более 90% крымчан сделали свой выбор в пользу светлого будущего в российском Крыму Уже в апреле стали заметны первые положительные результаты Когда был принят указ президента о мерах по реабилитации депортированных народов Крыма Мы тоже участвовали в издании этого указа Конечно, не в полной мере Но вот в этом кабинете был представитель администрации президента Российской Федерации Кто, собственно говоря, и готовил этот указ И я вам хочу сказать Наши предложения, они были небольшие, но они были учтены в этом указе Не буду скрывать, что во времена, когда Крым был в составе Украины Как-то, знаете, вот немцев, да и многие другие национальные группы В подобных каких-то локальных распоряжениях, указах Ставили в последнюю очередь Здесь же нас перечислили все, все наши народы В алфавитном порядке, как это и положено в таких документах Впоследствии был указ дополнен еще и итальянцами И когда в 2015 году я был на встрече с президентом Российской Федерации Владимировичем Путиным Мне было приятно услышать, что глава Российской Федерации сказал Что у нас нет ни малых, ни больших народов У нас все народы равны За последние годы, несмотря на санкции Крым посетили десятки групп народных дипломатов В том числе и стран Евросоюза Развитие национальной культуры и языка при поддержке государства Открытие памятников и объектов культурного наследия Жизнь в мире и согласии Вот чего долгие годы ждал крымский народ Кубите, штолен, фаршмак и, конечно же, блины Стали главными угощениями на фестивале «Кухня народов Крыма» Который по традиции каждый год проводят учителя и воспитанники Чистинской школы-гимназии Симферопольского района Русская кухня очень вкусная И здесь много сытных блюд и очень простых Здесь много пирожков с мясом, рыбами, грибами и овощами Много блинов, масли Наш драгоценный, наш пирог Также у нас тульский пряник и глаз А что за пирог? Пирог, это традиционный пирог, который готовят на свадьбы Это плебяка, также здесь вот блинчики и также здесь икра Приходите и пробуйте Фестиваль «Кухня народов Крыма» – неотъемлемая часть ежегодного проекта «Крым. Наш дом» Направленный на знакомство школьников с историей, культурой и традициями народов многонационального крымского полуострова У нас он уже проходит третий год, он получается многоэтапный И в течение года у нас вся школа разделена на группы И в начале года вытягивается жребий, кому какая национальность достается И в течение года там по четыре класса попадают в группу Они готовы сначала традицию представляют, потом у нас национальный костюм, национальная кухня И в конце заканчивается все большим танцевальным фестивалем в мае месяце В этом году мероприятие совпало с празднованием Масленицы Поэтому на фестивале особенно ярко были представлены восточнославянские обычаи По традиции, пропитанное весельем, радостью и любовью к ближнему торжеству, отмечают семь дней А в самый главный день Масленицы – Прощенное Воскресенье – народ гуляет с особым размахом Самые знаменитые блюда народов Крыма – зажигательные танцы и песни К проведению фестиваля организаторы мероприятия подошли, как всегда, ответственно Готовились уже, наверное, неделю, за неделю наша любимая класса-руководительница предупредила нас Наши родители старались, я старалась, делала раскигайно Радостно, весело, а самое главное – вкусно Чистинская школа-гимназия встретила весну А гости мероприятия очередной раз убедились, как же повезло крымчанам жить в одном многонациональном доме Будем двигаться к тому, чтобы наш народ максимально крепко стоял на ногах Очень хочется стать опорой для народа Я вижу в этом огромную миссию и большой смысл на самом деле Работать во благо народа, потому что наш народ нуждается в подобных проектах, в подобных идеях, которые разрабатывает наша организация Молодые, креативные и неравнодушные к судьбе крымско-татарского народа Все эти парни и девушки из общественной инициативной группы «Яшхувет», что в переводе означает «молодая сила» Команда состоит из 15 энергичных и творческих людей В планах у ребят много проектов и идей, которые направлены на развитие крымско-татарской культуры, искусства и языка Каждый человек, любой национальности, он в своей жизни должен пройти путь помощи своему народу Основная цель – это возрождение и развитие нашего народа Полностью, чтобы стать такой опорой для народа Такая платформа, на которую можно положиться народу в каких-то вопросах Конечно же, цели, которые мы преследуем – это процветание нашего народа Это тоже такое прям главное-главное Идея собрать вокруг себя молодых и деятельных людей зародилась у Эдема много лет назад Но тогда он не знал, как это осуществить По его словам, каждый раз, когда общался с талантливой крымско-татарской молодежью Эдем задавал себе вопрос Как объединить всех воедино и работать в одном направлении? И, как мы уже видим, у него это получилось Давно хотелось, чтобы была своя команда с нуля Чтобы ребята были рядом со мной, видели, полностью прошли путь От создания команды до ее расцвета Изначально нас было 32 человека На сегодняшний день нас осталось 15 человек Выживают сильнейшие Название выбирали всей командой Долосовали, было 17 вариантов, по-моему, названия команды Мне хотелось такого названия, какого-то философского Смыслового и какого-то такого фундаментального Но при этом не пафосного И были такие моменты, что нас обвиняли в том, что это пафосное такое название Что только создали, а уже прям сила На самом деле название просто расставить на будущее Мы станем этой силой В любом случае Каждое воскресенье ребята из разных уголков Крыма Собираются на еженедельное собрание Где намечают планы на ближайшее будущее На данный момент коллектив занят подготовкой пяти проектов Один из них направлен на популяризацию Крымско-татарских молодых художников, ремесленников и поэтов Первое, что мы будем делать, это в июле месяце у нас будет молодежная вечеринка В крымско-татарском стиле Собранные средства мы направим на реализацию одного крупного проекта С нашими крымско-татарскими художниками молодыми Я нацелен больше на продвижение именно молодого поколения Мне хочется развивать нашу талантливую молодежь Помогать им в чем-то по мере возможностей Поэтому средства, собранные с вечеринки, мы направим как раз на реализацию этого проекта Имени Заитова студентка третьего курса Крымского федерального университета Невзирая на то, что учеба занимает у девушки много времени Она находит в себе силы и желание творить и работать вместе с ребятами Имени стала активистом общественной инициативной группы «Яшхувет» с момента идеи ее создания По ее словам, команда состоит из абсолютно разных и уникальных людей Я понимаю, что в моих силах сделать что-то во благо своего народа Во благо общества, развивать общество максимально, все, что от меня зависит И у меня это хорошо получается И я не останавливаюсь, это меня и мотивирует То есть я испытываю себя Что я могу, на что я способна Объединяют у нас единственное, это только общая цель То есть мы пишем проекты, которые направлены на определенную аудиторию Которые направлены на выполнение определенных функций и задач Команда работает сплоченно, невзирая на то, что каждый ответственен за определенное направление Например, я отвечаю за маркетинговую часть команды Можно сказать, что я маркетинговый менеджер Есть девочки, которые занимаются внутриклиматическим состоянием команды То есть они занимаются сплочением внутри команды Они справляются с этим на все 100% И вот каждый хорош в своем деле И вот в совокупности мы добиваемся успехов Да, сложно, да, много проблем С которыми мы сталкиваемся ежедневно На этапе каждого старта нашего проекта нового Но это и мотивирует на самом деле Оттуда, наверное, я и черпаю какое-то вдохновение Черпаю энергию, которая помогает мне встать с дивана Субботний вечер и пойти на собрание Команда молодая, но уже подающая большие надежды С помощью инициативной группы Яшхувет Было организовано ряд мероприятий В январе этого года они провели крымско-татарский брейн-ринг Самый умный ученик На состязании все вопросы касались крымско-татарского языка и литературы А участниками были ученики национальных школ Крыма По словам руководителя команды Они намерены и дальше проводить подобные интеллектуальные игры Проблема, которая тянется из года в год Это проблема крымско-татарского языка И проблема его неактуальности среди крымско-татарской молодежи Лично я надеюсь, что наша организация будет Таким неким задателем моды на крымско-татарский язык Потому что это действительно реально огромная проблема Мы не будем рассматривать, допустим, крымско-татарскую молодежь Такая же проблема существует и у взрослого нашего поколения То есть нет навыка языка, нет общения Это не практикуется в обычной жизни Поэтому, как по мне, это одна из таких глобальных проблем И вопросов, которые мы будем в дальнейшем касаться И направлять все свои проекты именно на выполнение вопросов, связанных с этой темой Ко всему прочему, молодая команда проводит и благотворительные мероприятия С целью помочь 24-летнему Асану Куртмулаеву с диагнозом рак гортани Команда организовала концерт-вечеринку, куда были приглашены крымско-татарские звезды За вечер ребятам удалось собрать более 80 тысяч рублей По словам руководителя команды Эдема Файтонджи, подобные мероприятия сплачивают народ ради одного доброго дела Я знаю о том, что миллион семьсот пришлось занять для того, чтобы сегодня быть в Израиле на лечении При том, что наш народ очень активно помогал Но лечение дорогостоящим Но израильские врачи дают 90% на выздоровление Шанс очень велик, поэтому семья решила бороться любыми путями Мы в данном случае посредники между народом и между семьей Конечно, грустно, когда экология не самая лучшая Когда болеют твои соотечественники Ты просто выходишь в интернет и раз в две недели Просто вот сразу в один день кучами Именно наш народ Как разорваться, чтобы всем помочь, общественники тоже не знают Но поэтому я не могу сказать, что я испытываю какое-то прям вдохновение Сам Эдем Файтонджи живет в Ахчисарае Пишет стихи и увлекается журналистикой По профессии он повар Но большую часть своего времени уделяет общественной деятельности Организовывает самые различные мероприятия Проводит благотворительные мастер-классы и аукционы Я на общественную деятельность уделяю времени на самом деле больше, чем на работу Даже больше, чем на семью Семья очень часто на меня обижается за то, что меня дома нет Приятно наблюдать, что у нас народ в плане не именно общественников А просто народа, который обычный обыватель, скажем так Они активизировались за последние несколько лет Они стали более заинтересованными, что ли, в посещении различных мероприятий наших Ну, наших в плане именно вообще общественников всех Это хорошо, это плюс посещение мероприятий людьми Оно всегда говорит тебе о том, что движешься в правильном русле В правильном направлении, надо продолжать, надо делать Народ будет приходить Летом 2017 года в Евпатории Эдем организовал грандиозный фестиваль Деверле Руху – Дух Времени Который объединил более 80 мастеров крымско-татарского декоративно-прикладного искусства В планах есть становление этого фестиваля именно в стабильной работе Раз в год, летом, в разных городах Крыма В этом году будет фестиваль или нет, я пока что не готов ответить Потому что есть очень много вопросов, конечно, с финансированием этого всего И пока что он как-то у меня немного отодвинулся в сторону Потому что есть глобальные цели, которые... У меня есть сроки реализации этих проектов, которые мы наметили Надеюсь, что в этом году... Ну, может, он в сроках немного сдвинется, но все-таки будет Тренинги, мастер-классы, благотворительные фестивали и концерты И это еще не полный список планов команды «Ешхувет» на ближайшее будущее Ну, а мы желаем всем участникам удачи И надеемся, что реализация их проектов сделает мир лучше и добрее Общеизвестно, что в Крыму живут представители почти 200 национальностей Среди них не только русские и украинцы, но и крымские татары, потомки греков, итальянцев, болгар и многих-многих других Одним из многочисленных народов, проживающих на полуострове, являются армяне Что мы знаем об этом народе? Вот несколько интересных фактов По результатам переписи населения 2014 года в Крыму проживает чуть более 11 тысяч армян А по неподтвержденным данным полуостров населяют свыше 25 тысяч представителей этой национальности Армяне – одна из самых древнейших наций История этого народа насчитывает несколько тысячелетий Когда-то имевшее великое государство, сегодня они сумели удержать лишь маленькую территорию своей империи Будучи долгое время под турецким и персидским игом, смогли все же сохранить не только свою религию и культуру, но и язык Армянская диаспора более чем в два раза превышает население самой Армении Число армян, проживающих в других государствах, насчитывает порядка 7-8 миллионов человек В то время как население самой Армении примерно в два раза меньше – около 3 миллионов Рассеиванию армянского народа по всему миру способствовали горестные события, которыми изобилует история страны Одно из самых массовых переселений произошло во время геноцида армян 1915 года Подавляющее большинство армян – христиане Армяне первыми приняли христианство в качестве государственной религии еще в 301 году У армян порядка 50 диалектов, при этом существуют западноармянский и восточноармянский языки, на которых говорят подавляющее большинство представителей этой нации В современной Армении используют восточноармянский вариант Если вы общались с армянами, то, несомненно, успели заметить, что этим людям присуще яркое чувство юмора Они могут поднять вам настроение за несколько минут, рассказать огромное количество забавных историй и анекдотов Невозможно не отметить тот факт, что в мире очень много известных армян-юмористов В частности, любимые многими Евгений Петросян, Гарик Мартиросян и Михаил Галустян Армянские фамилии обычно заканчиваются на ян или янц, что означает принадлежность, в данном случае к роду В современном армянском языке суффикс ян используется для образования прилагательных, например, московян Московский или америкян – американский Так, фамилия Григорян означает принадлежность к роду Григора Помимо ян и янц, армянские фамилии также могут иметь окончание уни и унц, например, аматуни или шалунц Такие фамилии являются редкими и уходят корнями в глубокую древность А некоторые армяне носят фамилии с окончанием ов Так называемый русифицированный вариант они получили после присоединения Закавказья к Российской империи В Великой Отечественной войне приняло участие более 500 тысяч армян Из них 300 тысяч были из Армении, остальные – из других советских республик По некоторым данным известно, что с войны не вернулось около 200 тысяч армянских солдат В годы войны 106 этнических армян удостоились звания Героя Советского Союза Некоторые из них получили звание Героя России посмертно уже при президенте Борисе Ельцине Очень часто армяне вместо традиционного «спасибо» говорят «мерси» Может, просто лень каждый раз произносить длинное армянское слово «шноргакалутсюн» Зайти в этот молитвенный дом может человек любой веры и национальности Находиться здесь должны с покрытой головой как женщины, так и мужчины А молятся они отдельно друг о друга Какие еще правила и особенности существуют в синагоге, узнаем сейчас Евреи – приверженцы иудаизма – древнейшей мировой религии Звезда Давида – это их религиозный и национальный символ Священное Писание – Тора А синагога – это не Божий храм, как в христианстве А молитвенный дом и центр общественной жизни евреев На еврейский синагога называется «Бет Кнесет» Переводится на русский язык как «Дом собрания» Самое главное для нас как евреи – это вера в Бога Поэтому мы собираемся здесь, молимся в Всевышнем, празднуем все праздники здесь И, конечно, когда евреи собираются, общаются, решают какие-то вопросы по бизнесу, семейные вопросы Поэтому синагога – это не просто храм, святое место, где надо переходить с настроем только на молитву Это место, где каждый еврей должен себя чувствовать как дома Краснознаменная 78 – это адрес центральной синагоги Симферополя Именно в этих стенах собираются иудеи крымской столицы Равин не является святым отцом или представителем Бога на земле В первую очередь он мудрый учитель, которому иудеи приходят за советом Равин – это тот человек, который помогает Это не какой-то святой человек, который выше всех Это тот человек, который, может быть, учился, знает чуть больше и может научить других Равином в еврейском обществе может быть любой образованный и мудрый человек Который знает нужды общины и способен защищать интересы евреев Но для того, чтобы быть равином синагоги, человек все же обязан получить необходимое образование На еврейском языке называется Симиха Это надо учиться несколько лет И там уже проходят все законные еврейские традиции Это кашрут, кошерное питание, еврейский суд Если есть какие-то конфликты, как по Торе надо это решать Это, конечно, только Равин может решать только после того, как он проходит это образование Попросить совета у Равина могут как иудеи, так и представители других вероисповеданий Но несмотря на то, что каждый человек в синагоге желанный гость Все же следует придерживаться правил поведения в еврейском молитвенном доме И знать главные религиозные обычаи иудеев Переступая порог синагоги, евреи обязательно дотрагиваются до дверного косяка Поскольку здесь может находиться пергамент с отрывками из торы, вложенный в специальный футляр мезуза В некоторых еврейских молитвенных домах мезузу не закладывают в дверной проем Эта традиция обязательно только для частных домов Пергамент сделан из кожи ритуального, кошерного, то есть чистого животного И содержит часть текста молитвы Шма Там написано о том, как Всевышний сотворил мир И там написано о том, как евреи выходят из Египта Наверное, всем известна история, как Всевышний последнюю казнь египтянам сделал Это Всевышний убил всех первенцев Но Всевышний сказал еврейскому народу, чтобы они взяли жертвоприношение И кровь от этого жертвоприношения они помазали на костики двери Тогда Всевышний будет знать, что это еврейский дом И будет перескакивать через этот дом И в память этого каждая дверь в еврейском доме должна быть такая мезуза Которая, другими словами, она охраняет дом По еврейскому закону одежда у прихожан должна быть обязательно опрятна и скромна Как и в православной вере, женщины посещают храм в юбках и платьях, скрывающих колени и локти А голова у замужних дам должна быть покрыта платком или париком У мужчин же существует специальный головной убор кипа По древней традиции евреи кипу надевают не только во время молитвы, а носят ее в течение всего дня Когда-то был маленький мальчик, его звали Нахман И родители пришли к Равину и сказали, что у него есть проблема, что все, что он видит, он пытается украсть Тогда Равина им посоветовала, чтобы они надели на голову этого мальчика кипу Для чего? Чтобы он всегда помнил, что кто-то у него есть над головой Что кто-то видит все его поступки С этого момента была такая традиция в еврейском народе Чтобы все ходили с кипой, чтобы мы всегда помнили, что кто-то есть над нами Который, во-первых, следит за нами, видит все наши поступки Мы не можем ничего с него скрыть Каждый седьмой день недели шаббат истиноверующие евреи проводят в стенах синагоги В иудаизме седьмым днем является не воскресенье, а суббота В этот день после молитвы принято отдыхать физически Заниматься своим духовным просвещением и максимально проводить время с семьей Поэтому шаббат считается настоящим еженедельным праздником Истинным подарком евреям от Бога Написано в Торе, что Всевышний творил мир шесть дней А на седьмой день Всевышний решил отдохнуть Имеется в виду, что шесть дней Всевышний занимался материальным миром А седьмой день – это святой день, когда Всевышний сказал Я сейчас отделяюсь от материального мира и занимаюсь только духовным Также мы должны кормить не только наше тело, а тоже кормить нашу душу В синагоге молитвы читают три раза в день – утром, днем и вечером – после появления звезд Наизусть знать тексты еврейского молитвенника Сидур не обязательно Их можно читать А если вы пришли в синагогу без Сидура – не расстраивайтесь В каждом молитвенном доме есть специальное место, где они хранятся Когда мы видим вот эти святые буквы, это наоборот лучше, чем мы читаем что-то наизусть Наши Сидуры переведены на русский язык Потому что самое главное, чтобы душа понимала и сердце понимало Евреи Симферополя могут читать на еврите? Некоторые могут Сидур и Тора чем отличаются? Сидур – это как раз молитвенник, а Тора – это наша Библия, как называется у нас Ветхий Завет Напечатана на книге Но настоящая Тора находится рядом с нами, в этом Святом Ковчеге Называется Аронокодеш, Святой Ковчег Без причины открывать Святой Ковчег нельзя Но для нас и зрителей Первого Крымского канала сделали исключение Это настоящая Тора, написанная на коже Вот этот Аронокодеш, Святой Ковчег, он очень старинный Он прошел, видел очень много, ему больше 200 лет Он был в разных санагогах, в разных общинах Но дошел до нас тоже А что написано? Тут написано, что с Израиля выйдет Тора и слова Всевышнего с Иерусалима Чуть выше Святого Ковчега находится пергамент с 10 основными заповедями иудеев А на месте, где молится раввин, располагается специальный светильник, который должен в синагоге гореть постоянно Это называется нертамид, это вечный свет Свечка приносит свет, и это как раз то, что синагога приносит свет нам До революции в Симферополе проживало 15 тысяч евреев и функционировало 13 синагог Сегодня численность еврейского населения в столице полуострова составляет 1000 человек И синагога на Краснознаменной их единственный молитвенный дом Субтитры подогнал «Симферополе»